Сейчас я поеду в офис Пора немного поработать сегодня Денек такой, да, денек сегодня не из простых получился Но ничего, бывает Буду сегодня до ночи в городе Еще Супербанк карточку заблокировал Закончился срок действия Нужно ехать получать новую Старое отделение банка, где я раньше жил Другой конец города Хотел сказать понедельник день тяжелый Но сегодня понедельник, сегодня вторник Понедельник я только вернулся из командировки Из Тюмени Но ничего По плану еще тренировка ног сегодня Тенировка ног тяжелая Так, надо подождать теперь часа 4 После забора крови Как я рассказывал, если вы помните Сразу нельзя тренироваться Новый аэропорт, ребята, прошла ровно неделя После моего возвращения из города Тюмень И сейчас все Я уже в Екатеринбурге На УРФО, на чемпионате Уральского федерального округа На чемпионате Уральского федерального округа Четыре часа утра Конечно, я могу посвятить целый ролик тому, что авиакомпания Победа Это днище Лететь с ребятами, которые очень много, видимо, выпивали В процессе, так скажем, поддержки любимых команд по футболу Можно было бы, но я не стану Приехал в замечательный Екатеринбург Тут, на самом деле, мне очень нравится Город хороший, приятный Не зря является он, как сказать, столицей Урала Осталось мне полчаса до моих апартаментов Уже, да, я вынужден брать апартаменты, а не отель Чтобы самостоятельно себе готовить Потому что придерживаюсь строгого режима питания Поэтому вареные яички Отварная рыба или мясо Самостоятельно нарезанные овощи и так далее Все это теперь мой основной рацион Я отправлюсь по плану, соответственно, это будет турнир Урфо непосредственно А также в планах меня посетить Пауэрхаус Джим Владельцем которого является Антон Геленко Кацуба Мы с ним уже связались Он пригласил меня в гости Так что мы покачаемся По плану тренировка на Дельте И планирую сделать ее бомбовой Поэтому будет довольно-таки интересно ее посмотреть Вы не поверите, сегодня в Екатеринбурге плюс 22 градуса тепла Выходил сначала сейчас из апартаментов Смотрю, люди в футболках Я не понял, в чем дело изначально Но оказавшись на улице Сел в такси, жарко думаю, что же такое Смотрю на торпеду водителю Плюс 22 Пока добрались до фитнес-клуба Вот это здание Пока добрался до фитнес-клуба Смотрю, уже плюс 23 Я не знаю, что здесь у них на Урале происходит Но погода просто невероятно кайфовая И пусть сегодня я не ел углеводов Настроение от такого солнышка просто потрясающее И я надеюсь, что сейчас будет очень удачная и хорошая тренировка На Дельте Можно догадаться, что этот зал относится к FBB А знаете почему? Потому что он принадлежит Антону Гиренко Кацубе И потрясающее лого Почему-то я уверен, что должны у него продаваться футболки и маки с этим логотипом Очень он оригинально выглядит Не буду скрывать, что кажется он похож чем-то на логотип Голдс Джима Небольшое количество наград получены атлетами, представляющими Думаю, Федерацию Екатеринбурга Возможно непосредственно только Powerhouse Джим Я на самом деле ищу где зал Тут кабинеты по уходу за телом Тут чувствую такой влажный воздух Похоже здесь есть сауны Детский клуб Мало того, что детский клуб Ребята, ну про Антона много слышал хорошего Скажу, что познакомились мы с ним лично совсем недавно Но отношение к тому, что он делает, видно сразу По раздевалке, там все космос Очень продуманно И тут есть детские бахилы Послушайте, я вожу своего ребенка в очень дорогие места И почти у меня нет специально детских маленьких бахил Везде дают взрослые Ну и дальше, так скажем, как же без мата-то В общем, делайте, что хотите А, вспомнил Зал на третьем этаже Кажется, сказали, да Зал на третьем этаже Поэтому я просто кочка, я потерялся Идем на третий этаж Когда тренировка, разминка начинается непосредственно с экстензии И слово экстензии непроста я произношу Потому что гиперэкстензии, которые дают многие тренера Вот гиперэкстензию уничтожат Вашу помочь Рано или поздно Поэтому, ребята, только экстензии Рано или поздно Тренировка сегодня у меня будет В какой-то мере интуитивной Потому что ввиду того, что дельты беспокоят Точнее, суставы, мышцы Еще имеют небольшую боль Мне придется в процессе тренинга Подбирать упражнения, где будет комфортно То есть я могу начать одно Почувствовать дискомфорт Сразу заканчиваю И вам рекомендую Если вы выполняете движения на тренировке И чувствуете дискомфорт Меняйте упражнение Либо меняйте технику его выполнения Не нужно через бой работать Это неправильно Ваш организм вам подсказывает Дружище, сейчас ты делаешь что-то не то Это важный момент О нем стоит думать, действительно Это было разминочное упражнение То есть, да, хорошенечко Средняя, задняя дельта Ключевой пояс Я сделал гиперэкстензии Я подержал вакуум Сделал немного упражнений Молитва Таким вот образом, да, с трассом Скручивания Сейчас я пойду Найду себе гантельный ряд Я его еще не видел Но где-то он там думал И в гантелями Сейчас будет первое упражнение Которое, я надеюсь, вам понравится Его я рекомендую брать на вооружение Которое упражнение Ну вот такое вот упражнение, друзья Основная рабочая группа мышц Это, конечно, средняя дельта Наибольшую нагрузку она получает Нагрузка потрясающая Постоянная борьба с силой тяжести в статике Плюсом динамическая работа Очень, конечно, тяжело Тем, кто качает вместо мышц Своё эго Рекомендую не делать это упражнение Потому что Ваше эго будет страдать, друзья мои Потому что там, где вы жмете Сидя гантели 40 килограмм Тут вы будете Со слезами Жать килограмм 15 И почувствуете, что Это намного эффективнее Сейчас я возьму сумасшедший вес Это будет Хотел взять десятки Не вижу 12 килограмм Не знаю, сколько раз я осилю Уже по ощущениям это сложно Обычно я работаю с гантелями Просто, ребята, для вас Решил показать Что можно ещё Взять Штангу Штангу можно взять Длинную, короткую Самосборную Готовый вес Не важно В принципе, ничего не может отличаться Длинную, короткую Одна проблема Одна проблема Со штангой Кидать не хочется Это не очень прилично Вставать сложнее, чем с гантелями Невероятно, но факт Говорил, что у нас будет сегодня Тренировка Чуть-чуть Такая По наитию Делал с гантелями И разминался с гантелями Первые подходы рабочие С гантелями Выполнил Болевое С плечом Сделал для вас Со штангой И О чудо Болевой синдром Прошёл Гораздо комфортнее Стало делать джим Поэтому я взял штангу Потяжелее И Крайний подход Тренировка Ну, сейчас будет, ребята Любимое всеми упражнение Я даже не буду его объяснять А может и буду А нет, не буду Оставлю его в следующий раз Потому что он слишком популярный Я буду делать махи Вы его посмотрите А объяснение в следующий раз Поэтому Что надо сделать Поставить лайк Написать комментарий Потому что, ребята Ваши просмотры Это очень ценно Но Ютуб Очень любит комментарии Если хотите, чтобы канал рос Если хотите, чтобы больше людей Не начали разбираться в фитнесе Не говорили глупости Не смотрели всякую чушь То Делитесь своими мыслями Делитесь этим роликом С друзьями Палец вверх Голокольчик Чтобы не пропустить новый ролик И И всё Я понял штангу на место Потому что Кто не убрал снаряд на место Тот Демосек Всё У меня четвёртый крайний подход Сделаю я В диапазоне 15 повторений Нафиг Уже я устал Поэтому Радуйтесь Думаю Техника будет хромать немножко Но не факт Техника будет хромать Оу На добивочку жизнерадостная, жизнерадостная махи, небольшим весом. Вот пришел черед моего любимого упражнения, это завершающее упражнение в кокольце на плечи. Тяга колбу, канатная рукоять. Ребята, что самое важное во время тренировки задней демпли? Это положение вашей плечевой кости относительно проекции вектора силы. Что же это значит? Если коробка, то плечевая кость должна быть выше, чем плечевой сустав. Только в таком движении будет полноценно обрабатываться задняя демпли. В противном случае, если ваши локти будут ниже, чем плечевой сустав, постоянно будет всю практически работу выполнять массив тянущих мышц спины в виде жирочайшей, тромбообидной, трапециевидной. Вот, поэтому, что бы вы ни делали, тягу колбу, разведение в наклоне, то есть вы встаете, то вы должны делать стих, вперед, чтобы локоть уходил вперед, выше вашего плечевого сустава. Это основное правило, которое касается тренировки на заднюю дельту. Есть тренажер, да, есть такой, который пэк декан называется, нашибаясь, в нем можно сводить на грудь, в тренажере, рукояти, можно сесть к нему обратной стороной или разводить руки. Вот и в нем важно, ребята, сидение опустить, чтобы руки оказались чуть-чуть выше плечевого сустава. На этом тренировку я заканчиваю, осталось сделать немного кардио и отправлюсь проверять органолептические свойства говядины в городе Теренбург. Сейчас будет практически стресс, стресс, тяжелейший стресс. Я забыл номер свой протеин, а мне его нужно допить обязательно, поэтому я переодержусь, отправлюсь в фитнес-бар. Вот так, друзья, не забывайте свой любимый протеин, а значит, не забывайте свой любимый протеин от Genetic Lab. Дайте его с собой. Не зря мы выпустили, красивые маленькие такие баночки, в которых по 150 грамм, а скоро будет еще по 300. Вы должны брать с собой, туда сюда, там лучший протеин, сколько кроват. Приветствую. Сейчас будет сложный момент. Буду что-нибудь выбирать, я буду пить. Так, сейчас мы все красиво-все. Я думал, у вас снимается где-то как-нибудь, да? Не-е-е, не скрытое, вообще не скрытое. Так. Так, что я буду? Сейчас вообще тяжело. Что вам посоветовать? Что это вот для меня? Молодец. Сарахисом. Сарахисом? Да. Короче, да. В принципе, вот так я расскажу. Всего, что есть, товарищ, товарищ, прям, я не знаю. Возможно, у него в родственниках были потомственные цыгане. Он угадал, я тоже за дематайз, за изолятор дематайза. Потому что все остальное я бы даже, частично не хочу, а частично я бы не стал даже рисковать. Есть, 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 есть тут тоже, что должно быть стыдно. На молоке, на воде? Только на воде. Согласен, на молоке прямо приятно еще. Пить на молоке протеин кощунство? Почему? Где-то люди, где-то люди строили завод, огромный завод, за миллионы евро, чтобы очистить молочную сыворотку от лактоза, от жира. Провели микро-ультрафильтрацию на дорожайшем оборудовании, после чего провели дополнительные степени очистки для получения чистейшего изолятора сырочного белка. А кто-то взял и нанесет туда молоко. Мне кажется, этот человек еретик. Еретик от спортивного питания. А если протеин делают из натурального молока, он перестает быть натуральным продуктом. А творог делают тоже из молока, он остается натуральным продуктом. Короче, ребят, прям как арахисовая паста на вкус. Прям такой, кто любит арахисовую пасту, там 100% жидкая арахисовая паста. Очень вкусненько. Дима-тайс молодцы. Но для изолятор густой, что пиздец. Из-за густителя. Ну, в принципе, неплохо. Очень уютный ресторанчик сделан. Мало того, что тут можно выпить протеины, так здесь можно еще и пообедать, поужинать, рыба там всякая, на пару, на гриле. Очень прикольно, очень уютно, очень здорово. И единственное, что меня смутило, вот пока там, если вставят, тот, кто будет монтировать ролик, эту часть, там, мою небольшую дискуссию с товарищем, там был бармен на баре и мальчик-повар. Мальчик-повар, к сожалению, очень низко образованный. Ему, наверное, это и не нужно. Здесь просто хорошо готовят из качественных продуктов. Этого достаточно, упалять хорошо свою работу. Это замечательно. Вот. Мы разговаривали о том, что он почему-то считает, что протеины в банке это не натуральный продукт, хотя он сделан из молока. А вот творог это натуральный продукт, у тебя творог тоже делают из молока и не просто так он появляется. Добавная ситуация, на мой взгляд, вот. Выпил я изолят от Дематайза, довольно-таки не понял, почему он такой густой. Надеюсь, просто из-за того, что он сбит из блендера, в блендере. Потому что я привык к тому, что изолят, он всегда жидкий, как вода. На моем опыте, на самом деле, мало изолятов я пил. Это очень давно, больше, там, 10 лет назад это был из-за кул, из-за сенсейшн, это универсал. И генетик, оказывается. Больших изолятов я не пил. Оптимум я покупал, когда-то давно очень тоже. Гидробилдера, гидровейн, но это не чистые гидролизаты, не изоляты. Там, как у Оптимума, принято в смеси белков, они, в действительности, не совсем совпадают с тем, что ожидает покупатель. Но бренд хороший, продукция качественная однозначно. Просто не совсем то, что вы ожидаете. Но это нужно понимать, умея читать за один состав. Ну, в любом случае, короче, вкус арахисовой пасты мне понравился. Я бы, наверное, не смог выпить целый, там, килограмм подряд ежедневно. Но, в принципе, домой бы я такой взял. Особенно, если вы любите вкус арахисовой пасты, то тем более однозначный плюс. А еще его было бы очень здорово смешивать с другими протеинами. Для добавления такой нотки ореховости. Не знаю, что такое слово, но пусть теперь будет слово. Ореховость. Всем вам ореховости, друзья. Я даю протеин. Теперь можно смело 15 минут терпеть и ехать за стейком. Если ты в Екатеринбурге и тебе нужно поесть, тебе нужно что-то купить, тебе нужно провести как-то время, сходить в кино, дождаться вылета в аэропорт. Есть одно единственное место, куда я знаю, можно пойти. Это заведение под названием «Гринвич». Наверное, один из самых крупных торговых центров Екатеринбурга точно, возможно, и России. Красивый дизайн, куча магазинов. Тут мне нравится. Тут я отправлюсь на поиски своего заветного стейка. У меня будет стейк «Чакролл». У меня будет, смотрите, чай зеленый, как мы выяснили, без ничто. Точнее, только с чаем получается. Там вот ребята наготавливают, сейчас они нам... Сейчас я знаю, что вкусное, пожарят. Принесли мое блюдо. Итак, сухарики из лата я есть не буду. В общем, мясо вкусное, пожарено, здорово. Ну, как видите, жевал я его реально долго. Нет, я еще торопился и старался. У меня уже надулись, смотрите, три штуковины. Еще минут через пять я буду выглядеть примерно как франкенштейн. Я не знаю, почему, но у меня жевательные мышцы, по-моему, самые сильные в моем теле. Мясо не очень мягкое, но вкусное, сочное. Прожарка, как я просил, медиум. Тут стоит стейк достаточно дешево. У ребят 230 рублей за 100 грамм в сыром видео. Для стейка это низкая цена в целом. Я не знаю, что будет стоить. Стейк съел, вены из головы вылезли, все нормально, голову прокачал. Салат. Курица невкусная, какой-то хрень обжаренная мне не понравилась. Короче, салат здесь не огонь. Картофель на месте, не ел. Гренки из салата тоже достал, поэтому в этом плане я молодец. Мне получше, я теперь такой более сытый. Теперь в магазин за продуктами и скоро время отдыхать. Ну все, друзья, я поел, я сыт, я устал. И на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего времени суток. Не забудьте, я уже третий раз прошу оставить ваш комментарий по поводу этого видео. Отправляюсь за едой и на покой.